Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. Я Алексей Ермущик. Сегодня в выпуске. Праздничный настрой ивантеевских юбиляров поздравляет глава города. Сектанты в городе православная церковь призывает быть бдительными в Страстную Седмицу. Что, где, когда вопросы капитального ремонта по программе 2018-19 годов обсудили на круглом столе в городской библиотеке. Жителям рассказывают о процедуре проведения капитального ремонта. На собраниях собственников необходимо проголосовать за определенные виды работ, которые требуется провести в доме. Решение принимается в том случае, если положительно проголосовавших – две трети. Сейчас в регионе внедряется электронный формат проведения собраний. То есть все вопросы будут решаться онлайн-голосованием. На круглом столе жители также задают вопросы по своим домам, по срокам работ, по общественному контролю за ремонтом. По плану 2018 года в Ивантеевке будут отремонтированы 47 домов, по плану 2019 года – 25. Юбилейные традиции в Ивантеевском водоканале поздравляют юбиляра. К чествованию именинницы присоединился и глава города. Более 20 лет Татьяна Юрьевна Ручкина работает в Ивантеевском водоканале. Сегодня у сотрудницы предприятия юбилей. Именинницу поздравляют коллеги и заслуженно чествует глава города. «Такие, как вы, стоят в основе стабильности развития города. Пока есть вы, такие, как вы, мы живем спокойно, уверенно смотрим на завтрашний день». В круг обязанностей Татьяны Ручкиной входит ведение отчетов, учет основных средств водоканала. Работа ответственная, но интересная. «Что самое любимое в работе?» «Что-то новое, когда узнаешь что-то новое, новые отчеты». Чествование ивантеевских юбиляров, трудящихся на городских предприятиях, станет традицией, обещает городское руководство. Молодые и модные. В ДК юбилейном состоялся областной конкурс театров моды «Подиум». На рукавах пионы в душе весна. Вдохновение для своих коллекций участники областного фестиваля «Подиум» черпают отобсюду. 18 коллективов из 11 муниципальных образований Подмосковья пытаются впечатлить искушенное профессиональное жюри. «Фантастические коллекции. Я в диком восторге. Как дизайнер я просто купалась в цвете, в формах, в технологиях. Очень хорошие постановки, хореографические, просто выше всяких похвал. Очень профессиональные поставленные номера». Ивантеевку на конкурсе представляют две школы и три коллектива. Театр моды «Нюанс» из второй школы показывает коллекцию «Фрида», в которой читаются автопортреты известной мексиканской художницы Фриды Кало. Восьмая школа выступает двумя коллективами. Номер один и «Стильные люди». Младшие демонстрируют коллекцию «Чаепати», а старшие – «Красную машину», посвященную отечественным хоккеистам. Остаются минуты до начала игры. Сотрагаются стены, словно грома рассказа. Пригласили, получается, нашего кутерье, автора наших костюмов, Кукуеву Ольгу Федоровну. Из Тюменской области ее пригласили. И она нам привезла эту коллекцию. Нам она, естественно, сразу понравилась, потому что тут сочетаются русские народные костюмы и, естественно, современные тенденции, например, оверсайз. В итоге лауреатом первой степени становится нюанс. Третьей степени – «Стильные люди». Дипломантами третьей степени объявляют театр номер один. А Сергей Комаров из восьмой школы отмечается отдельным дипломом за лучшее воплощение сценического образа. Всего в конкурсе приняли участие почти 700 человек. Ивантеевка в четвертый раз выбирала ученика года. Три дня кандидаты от каждой школы выполняли задания – творческие и интеллектуальные. В один из дней на конкурсе побывала наша съемочная группа. Неожиданные решения, театральная подача, действия вовлечены все – жюри, участники, группы поддержки. Последние – неожиданным образом. Придумано так, что когда проблемную ситуацию они разыгрывают, группа поддержки должна быть из чужой школы. И причем баллы получает группа поддержки для своего участника. До финальных туров ученики проходят школьный отбор. Знания, активность, креативность, желания – основные критерии предварительного этапа. В каждой школе выбрали лучшего. Эту же ни в какие ворота не везет. Вопросы литературной викторины далеко за пределами школьной орбиты. Какое произведение с одинаковым названием есть у Пушкина, Толстого и Лермонтова? Может, Туча? По итогам финальных испытаний определилась тройка самых одаренных. Швецова Вероника, первая школа, Усанова Татьяна, шестая гимназия и Осинцева Софья из седьмой школы. Жюри решает, кто из них первый. Интрига сохранится до середины мая. На церемонии вручения премии «Интеллектуал года» глава города Максим Красноцветов назовет имя победительницей. Идет Страстная Седмица. Последние недели перед Пасхой верующие посещают храмы. Однако в городе появились листовки и газеты, призывающие вместо храма посетить в Великую Среду бесплатный ужин. Несмотря на то, что идет самая строгая неделя Великого Поста. И именно в этот день Иуда предал Христа. Православная Церковь называет появившиеся в городе подобные организации сектами и призывает православных быть бдительными. У нас есть в городе появились американские сектанты. И я очень прошу вас, тоже не слушайтесь и не ходите. Они призывают, они хотят Великую Пятницу, когда мы будем совершать чин погребения, спасителя. Такая служба есть, один раз в году совершается в храме. Они будут мазать вас маслом, как они говорят из Иерусалима. Но это масло, мы с вами соборуемся, мы с вами миропомазанные. Не верьте этим всяким пришельцам в наш город и не ходите туда. Это мое вам всем благословение, как священник. У нас на сайте также смотрите проповедь благочинного церквей Ивантеевского округа, протеерея Иоанна Монаршика по случаю Страстной Седмицы в рубрике «Православное слово». А завершает наш выпуск информация о погоде. Утром в среду ожидается плюс 15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до плюс 21. Местами облачно. Вечером 15 градусов тепла. Геомагнитная обстановка спокойная. На этом у меня все новости на сегодня. С вами был Алексей Ермущик. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.